Сегодня я вам буду показывать и рассказывать, как мы будем производить дефектовку двигателя на DETI SPIRIT CB. Это Grand Starks, Sorento и H1. На данный момент у нас H1. Мы сняли с него двигатель. Он у нас на механике. Хотелось бы вкратце. То есть двигатель у нас снимается в переднюю часть, снимается бампер, панель передняя. И он крепится на двух опорах, правая и левая. Каждая опора на двух болтах. Здесь что вам показать? Вот мы как бы посмотрели сразу выжимной подшипник, необходимо посмотреть. По всей видимости сцепление менялось, с ним все в порядке. Но вот есть такой нюанс. Здесь вот по окружности, в колоколе, коробке, есть наличие стружки большой. То есть большого количества. Сам вал направляющий под выжимной подшипник цел, вилка целая. По всей видимости, дело в самом демпфере. У нас на моторе стоит демпфер. Сейчас мы к нему пройдем. Разбирали мы мотор. У нас по разборке, то есть когда вытаскивали. Также обнаружили интеркулер. И вот он у нас находится. Это такая довольно частая проблема. Болезнь у них. Вот он лопается вот в этой зоне. Тут, наверное, даже видно трещинку. Нет. Здесь ее нет. У нас патрубок нижний правый, он неродной стоит. А вот эта переходная муфта алюминиевая. Здесь стоит. Вот поставили они патрубок. Скорее всего, он перетерся об лонжерон. Вот в этом месте. Мы потом будем снимать, смотреть. И верхний правый патрубок, он должен быть коротенький. То есть этот патрубок неродной. Это непонятно от чего стоит. То есть он длинный. То есть не подходит сюда вообще. Будем менять его потом. При сборке. Так, ну тут мы в целом кратко сказали. Сейчас пройдем к самому двигателю. Будем разбирать. Там у нас клиент, когда прибыл, это было вчера. У него были жалобы на плохую тягу. Дым и нехороший звук двигателя. О. Так, вот он наш сейчас двигатель. Михаил его. Помогает нам подвинуть. Вот у нас стоит сцепление. И как раз-то вот маховик сам. Мы его будем снимать. И смотреть. Здесь визуально наблюдается между ведомым и ведомым, идущим диском есть стружка. Поэтому разберем и поймем, что там вышло из строя на самом деле. Так, снимаем сцепление. Диск сцепление в порядке. Муфта. Пружины не болтаются. По всей видимости, лапки, в принципе, на одном уровне. То есть, говорит о том, что сцепление не так давно менялось, как мы предварительно наблюдали там по выжимному подшипнику. А вот здесь, напротив, вот здесь мы видим подшипники от игольчатого подшипника. Вот они высыпались. Разобравшую. У нас маховик вправо и влево вращаться должен. То есть, при этом должно быть усилие. Но вот этого люфта осевого не должно быть. То есть, говорит о том, что там стоит опорная втулка бронзовая между ведомым и ведущим диском. Вот. Ее разбило, и они стали касаться друг друга. Вот здесь вот видно, что начало стирать. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, опять же смотрим на маховик То есть маховик вот этого осевого не должно быть Там должен быть минимальный И, то есть, вот эта часть маховика, верхняя, стала тереть об внутреннюю, об лепестки То есть маховик мы будем менять И вот здесь также видно на клепках, что их стало сбивать Поэтому, к сожалению, маховик данный на выброс Довольно дорогая штука Снимаем защитный пыльник Начнем мы разбирать с того, что Сейчас разберем впускную часть, потом выпускную часть двигателя Компрессор Компрессор сейчас снимем Снимаем компрессор Пенсионера При дефектовке двигателя мы смотрим все Так же и навесной оборудование Во-первых, то есть прокручиваем сам компрессор Смотрим, то есть усилить Чувствуем, качает она или нет Если у нас имеется стружка, то мы увидим ее здесь На входе и выходе Здесь все в порядке С компрессором То есть вот Все чистенько, все аккуратненько Переберем его в сторонку Потом, конечно же, мы его помоем и установим Снимаем защелочки С обратки С топливных форсунок Иногда она снимается довольно тяжело Так, здесь мы отсоединили Чтобы снять клапан ЕГР Нам необходимо вот здесь открутить двигатель Сразу от турбинки Откручиваем клапан ЕГР Так, прокурочку Теряем Вот тут даже А, заглушечка стоит Вот эта заглушечка, к сожалению, в данном месте неэффективна Все же пройдет какое-то время Она очень тонкая И сгорит Если глушите, то лучше глушите в холодном месте То есть это Более эффективно Вот там клапан ЕГР у нас Видно, что он забит Есть у него вот грязь То есть Рабочая часть Вот как раз клапана, где ходит шток Там все забито Но Нам это-то не важно Он уже заглушен Поэтому на это мы не будем обращать даже внимания Понятно, по каким причинам Не работал Так, это у нас вакуумная трубка Снимаем ее И вот у нас сам вакуумный насос То есть ее тоже вытаскиваем Так Усики у него целые Что это? Так, это у нас вакуумный клапан дроссельной заслонки. Вот его непосредственная заслонка, он, этот клапан управляет. Так, вот по поводу вот этой топливной трубочки. Вот здесь есть такие защёлочки беленькие. Очень часто приходят машины, когда эти защёлки сломаны. Снять тут ничего сложного. То есть надо взять вот снизу пальцем, надавливаем. И она тяжело снимается, но всё же двигаем. Раз, и она снялась. Немного надо усилия, и она снимется. То есть всё будет целое, на своём месте. Очень часто они сломаны. Ну и вот мы смотрим, что все наши защёлки на месте. Всё работает. При диагностике было обнаружено вот это масляное пятно. То есть по клапанной крышке, и она уходит вниз, как стекало всё. То есть всё масляное пятно. Причина этого масляного пятна, это прокладка впускного коллектора. Вот её выбивает в районе первого цилиндра. Как раз вот здесь. Сейчас мы снимем коллектор и увидим, что её выбило оттуда. Вот мы сняли коллектор. То есть прокладка у нас осталась на головке блоков цилиндров. И вот мы смотрим в районе первого цилиндра. То есть прокладочка выбила её вот таким образом. То есть она лопнула здесь и здесь. Это довольно часто происходит, как у H1, так и у Grand Starks. Вот она здесь и здесь. Ну и здесь так же вот тоже видно, что она лопнула. Так, сейчас будем снимать топливную раму. Трубочка вот у нас второго и третьего цилиндра, четвёртого, пошли вместе со штуцером. Его необходимо зафиксировать. Вот он пошёл. Так, и какой-то ещё. Вот четвёртый цилиндр у нас тоже так же не пошёл. Всё отлично. Топливные трубки, в принципе, можно не метить. Все трубки по цилиндрам отличаются изгибом. То есть с более загнутым концом. Это у нас, допустим, четвёртое. Потом с менее, это третьим, вторым. Ну и первая практически прямая. Поэтому я их не мечу никогда. Не вижу смысла. Откручиваем топливную рампу. Вот на трёх болтах у нас имеется регулятор давления топлива. Они у нас шли с седьмого по девятый год регуляторы. То есть уже с девятого по одиннадцатый на H1 и Гранд Старексах они отсутствуют. А, перед установкой потом уже, то есть необходимо будет ещё задолго, как мы его поставим, открутить его, так как удобно будет, и помыть сеточку. Там имеется сеточка. Так, примемся снимать форсунки топливные. Вот здесь на втором у нас почему-то подторокс должен быть под седьмой шестигранник, вот как здесь. А здесь подторокс уже с сорок пятым. Это какой-то отпиленный непонятный болт. То есть, видимо, не было болта и как-то решили выйти из положения. Так, форсунки топливные по-хорошему лучше пометить. Лучше, чтобы стояли на своём. То есть, это ускорит сборку вашу. Я, допустим, делаю такие рисочки небольшие здесь. Можно маркером, но форсунки будут чиститься и мыться, и могут они стереться. То есть, мы метим только три форсунки. Первую, вторую, третью. Вот так пометили, четвёртую не будем. Так, теперь будем делать попытку вытащить форсунки. Для начала надо вытащить кронштейн. Кронштейн из лёгкости снимается. Ну, как бы, было замечено при разборке, что двигатель не так давно делался или разбирался, но хозяин об этом не знает. Он его не так давно купил. Шайбочка не прогоревшая. Видно, что она не так давно, её прям поставили свеженькая. Вот, форсунки, я бы сказал, с лёгкостью снимаются. То есть, говорит о том, что всё же не так давно он разбирался. Вот, здесь также всё порядок. Ну, и форсунка тоже первого цилиндра свободно выходит. Сейчас мы будем снимать систему выхлопа. Вот, турбинки, там тоже есть нюансы. Ну, сейчас снимем теплозащиту. Для начала. Немножко теплозащита. Генератор сейчас тоже снимем, чтобы он не мешался. Генератор. Кстати, сразу проверяем демпфер. У нас имеется шкив, который нередко склинит. Проверить его очень просто. Засовываем, то есть, фиксируем крыльчатку охлаждения и крутим переднюю часть, пытаемся прокрутить. Он у нас упирается, фиксируется. А в обратную сторону, против часовой, он прокручивается. При этом ни перекатов, ни шумов нет. То есть, говорит о том, что он в порядке. Так, следующий этап. Вот, надо вот эту снять теплозащиту. Она защищает патрубок охлаждения турбин. Болты эти практически никогда не отворачиваются, поэтому сразу надо постучать по ним. Вот, этот пошел первый. Ну, вот, болт уже сгорела, шляпка. И этот болт уже не будет больше использоваться. Мы его потом выкинем, установим другой. Вот, этот не отворачивается. Довольно сильно сгорел. Ну, вот, вот так оно у нас выглядит. Вот, этот мы выкидываем. Так, следующий этап. Мы отворачиваем кронштейн генератора. И также будем отворачивать кронштейн гидроушилителя руля. Так, ролики у нас все в порядке. Незадолго до ремонта сменивался натяжитель вместе с роликом новый. Ну, и все оставшиеся ролики. То есть, здесь все новое. Поэтому к этим вещам не будем трогать. Теперь снимаем гидроусилитель кронштейн гидроусилитель. Так, открутим сейчас патрубок фланец турбина. Проверим на осевой люфт. Радиальный люфт у нас в порядке. А вот осевой вышел за допуск. Но тут не самое главное. Самое главное, что геометрия у данной турбины заклинила. То есть, вот, вот этот флажок должен свободно ходить вверх и вниз. Но он этого не делает. Даже вот приложив усилия, мы ничего не можем с ним сделать. Вот, данная турбина будет разбираться. И если будет возможность ремонта, то мы это сделаем. Если нет, значит нет. Так, термостат мы тоже обязательно проверяем. Термостат, термостат. Ну, визуально есть, конечно, какие-то небольшие. Так, он у нас на 82 градуса. Лучший способ проверить, как он работает. Как открывается, насколько открывается. Бросим в него кипченую воду. И тогда мы убедимся. То есть, сделаем это попозже. Датчик давления. Так, сейчас снимаем обраточку с турбины. Ну, вот, опять же, патрубочек. Вот эта нижняя часть, где идет слив с турбины. Она очень часто закисает. Опять он снялся с легкостью. То есть, говорит о том, что не так давно здесь что-то делать. А, и вот у нас, кстати, видно, что прокладка выпускного коллектора новая. И на огаиках даже еще остались следы. По всей видимости, турбина была, наверное, контрактная. Потому что сам картридж и горячая часть не откручивались. Как будто бы ее взяли в сборе. Поставили сюда. Нам еще необходимо слить охлаждающую жидкость блока. Дабы не залить здесь все. Звуки. 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 так вот наш турбинка по турбине принципе все понятно у нас на основном валу есть осевой люфт и геометрия у нас не двигается то есть будем разбирать если будет возможность произвести ремонт то мы это сделаем если нет значит будет замена вот у нас прокладочка выпускного коллектора то есть видно что она новенькая поэтому двигатель либо не так давно перебирался может быть вообще контрактный или что-то еще в этом роде принципе сегодня нам станет ясно в чем дело так это у нас трубка подачи масла на турбину высокого давления сейчас мы сняли вот теплообменник эмульсии у нас с теми охлаждения нет все чисто все хорошо прокладочка опять же не оригинальная опять визуально видно что ремонт производился не так давно сейчас мы открутим клапанную крышку есть довольно большое количество болтов болты все выкрутили один болт у нас длинный теперь снимаем вот смотрите вот клапанная крышечка у нее есть втулочки то есть направляющие и вот здесь мы видим что одной не хватает отсутствие она всегда остается вот здесь ее надо отсюда вытащить вот она и ставить назад очень часто допускают эту ошибочку и потом устанавливают без нее и крышка вот в этой части лопается у нас стояли свечи накала тут по одной свечи накажет цилиндр так как у нас отсутствовал звук поэтому откручивали мы без съемки вот смотрите я выкрутил свечи накала вот в таком порядке свеча 4 цилиндра очень большим трудом открутилась но вышло 3 цилиндра вышло хорошо но вот 2 и 3 у нас обломились то есть произошло вот так в нашем случае так как мы разбирать будем головку блок поэтому как раз и вытащили вот не знаю там видно или нет но там вот есть обломок внутри видно что он обломился со свечами у нас вроде все так вот он шкив коленвала демпфер у него не отслоился резиновая часть говорит о том что все в порядке и пас под шпонку не разбит шкив мы оставляем ролики у нас новые начинаем снимать наружную крышку грм это у нас верхняя крышка крепится на 9 болта вот тут у нас есть специально имеются прорези за которые можно зацепиться чтобы снять ее но она не поддается вроде пошла так вот у нас основная цепь крым натяжитель в принципе цепь не изношена где-то процентов на 35 вот видно по штоку вот вот этой части до вот этой вот здесь такая как бы рабочая часть говорит о том что где-то 40 35 процентов износа болты также распредвала вбили стучали визуально наблюдается было им не сладко распредвал да кто-то затянул хорошо поэтому болту надо ударить обрезался да он обходится отлично ну вот мы сорвали то есть нередко что данные болты очень плохо отворачивать это практически регулярная такая проблема я считаю что нужно необходимо затягивать необходимым усилием и тогда будет сейчас выкручиваться тут видно что все грани на болтах слезли либо было усилия очень большая успокоитель такой прям выработки нету есть след от цепи что она работала выработки нет так это у нас верхняя внутренняя крышка не тоже сейчас удаляем но здесь была течь масла в этом районе где-то но все же связано было по всей видимости с прокладкой пускного коллектора теперь будем снимать постель распредвала так данную постель мы будем смотреть на ней есть лизардиры на предвалах ну есть небольшая выработка на бугеле также это небольшой как бы это не критичный автомобили которые приходят просто на замену гидрокомпенсаторов или ремонт головки не редкость что встречаем точно такие же при этом нету посторонних шумов и порядке давление масла вот здесь уже посерьезнее то есть более глубокие риски здесь тоже глубокие распредвалы оригинальные целом есть зеркало не сказать что так прям все серьезного это рабочие так есть тоже небольшие забиры в принципе хорошо ну в целом если прям уж не докапываться прям так плотную то эти распредвалы это постель еще походит если давление масла будет в порядке то все это будет работать в основном нагрузка идет у нас на наружные бугеля то есть на саму постель очень редко визуально видно что здесь постель как новая вот они у нас являешься то есть тут все хорошо все от рамни так с постели мы разобрались теперь у нас здесь стоят гидрокомпенсаторы 8 длинных рокеров 8 коротки гидрокомпенсатор он сам вот он находится у нас проверить и очень просто то есть если он жесткий то значит в порядке все выработку также на рокере смотрим не было соплюптов так здесь у нас короткие порядки вот он вот допустим вот этот гидрокомпенсатор он неисправен он будет издавать такой характерный звук часового механизма что ли так сказать вот он еще один который не держит вот еще один этот очень сильно прям не держится вообще вот еще один тоже он не держит это тоже не работает вот у нас всего один был первый целый все остальные не держит это тоже не держит ну это чуть-чуть если мы нашли гидрокомпенсаторы неисправный даже один рекомендую менять все комплекты работа по замене их дорого долго и сложно поэтому лучше сделать это одним разом вот здесь смотрите вот здесь мы увидели такую штуку один рокер валяется внизу вот он сейчас мы его вытащим он упал по какой-то причине здесь даже перекосило защелочку и вот здесь когда он падал вот на стенке видно характерный удар то есть как под корпусом гидрокомпенсатора так и вот здесь мы с вами по какой-то причине он выпал оттуда сам он жесткий держит так это у нас получается выпускной распредвал последняя шейка последняя шейка это где-то должно быть вот здесь вот в этом районе здесь с кулачком распредвалов все в порядке причина почему он выскочил пока не ясна так будем отворачивать головку так у нас тут 18 болтов на 12 диаметром довольно такие серьезные усилия при затяжке так 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 вот посмотрите но пол Так, ну тут визуально Ничего такого не наблюдается Так, смотрим в головку Вот, те свечи, которые отломились на первом и втором цилиндре, они остались То есть третьи, четвертые выкрутились Головка визуально вроде бы как все неплохо Мы будем ее разбирать, рассухаривать клапана Посмотрим седла Головка, вот смотрите Она оригинальная В принципе, есть надежда, что она будет работать Вот этот номер головки Говорит о том, что она оригинальная Это, во-первых Во-вторых, сейчас мы также убедимся На постели распредвалов Имеется точно такой же номер Вот он То есть есть смысл Сохранить Постель и головки То, чтобы это в долгий ящик Но к ней мы еще вернемся Нередко происходит такое, что красный антиприз съедает крыльчатку саму Вот мы ее снимаем, чтобы выяснить Все ли у нас в порядке Началось ли там что-то Вот он насос Вот эти лопасти на крыльчатке Нередкость антиприз именно красного цвета съедает Правда происходит это за Такой довольно внушительный пробег Там 500 и 600 тысяч Но все же это факт Сейчас мы вскрываем поддон Только здесь у нас Смотрите Дело в том, что Предварительную диагностику мы сделали еще вчера Мы сделали замер давления на данной машине Давление было 1,7 Что на прогретом двигателе, на холодном Это мало Вот здесь имеется в поддоне нагар и стружка То есть мы сняли заборник Сняли поддон и убедились в том, что здесь что-то не то А еще Еще мы в поддоне обнаружили запчасти Непонятные какие-то натяжители или успокоители Также были пластиковые успокоители Возможно, что нижнюю цепь не меняли или натяжители Сейчас разберем и попытаемся найти причину Почему так произошло Один болт отсутствует Нету вообще крепления Вот эта поверхностная шуба Снимать ее не нужно Многие путают И пытаются ее снять Но ничего не дает Вот, сняли мы крышку Так, здесь у нас резьбовые части, в принципе, на крышке все целое Вроде бы никто ничего не вырвал Потом попытаемся выяснить, почему здесь отсутствовал болт Так, ну что мы, что мы, что мы видим Видим успокоитель На месте Один, второй Это цепь вала баланса И масляного насоса Натяжитель Нижний То есть Пластинки все на месте Пластиковые Основной успокоитель Тоже все на месте Возможно, найденные нами Запчасти Поддони Были, может быть, еще от старого Вот У Этот Нижнего Натяжителя Видно Выработка Довольно глубокие Риски-то От цепи Это у нас Натяжитель Масляного насоса От цепи Это короткий успокоитель Здесь также Появилась выработка В принципе, человек говорит, что Вроде бы как 60 тысяч назад все делалось Но не похоже Везде на болтах стоят Какие-то шайбы Кто-то По-своему Своеобразно Собирал Эти шайбы Не должно быть здесь Вот Цепь Вала-баланса Насоса Так Этот успокоитель Только-только Появилась Выработка Небольшая Но ГРМ опять же Идет комплектом Поэтому Менять будем полностью Так Шестерну Надо снять Сейчас снимем Насос Масляный Насос На трех болтах Держится Ну, короче Тут еще Часов А может быть Час У нас Насос На шестерне Под конус Крепится То есть Шпонки Нет На ТНВД Ослабив То есть Гаечку Я его выбил Так Стулочка Вала-баланса Внутреннюю крышку ГРМ Вот этот Вал-баланса Через Паразитную шестерню Проходит Вот здесь Необходимо Качнуть Вот видно Что вкладыш Разбит Шестерня Болтается Туда-сюда Это еще Как бы не критично Но уже Звоночек Так Валы-баланса Ну есть Небольшие Заделы Но не критичные У нас есть Вал-баланса Правый Левый Короткий И длинный В принципе Тоже Не все Так Плохо Так Здесь Мы в принципе Разобрались Сейчас Снимем Снимем Заборник Вот у нас Между Заборником Масляным Насосом Имеется Вот такая Переходная Муфта Для масла Сейчас мы Открутили Плиту поддона Когда снимаете Вы ее Будьте аккуратны Вот в этом месте Имеется Направляющая И она Нередко Когда закусывает И Плита поддона Может лопнуть При снятии Так Ну тут у нас В принципе Такой Струшки Крупный В принципе Не видно Но тут Что-то есть Что-то в углу Есть Там Непонятно Что это Ну что-то есть Так Литом Ухажаем Убираем Сторонку Сейчас Открутим Сальник Кривала Задний И снимем Масляный Насос Сальничек Наш Вот это У нас Масляный Насос Он Находится В самом Самом Внизу То есть Если мы Решились Сменить Насос То будьте Готовы К тому Что Разобрать Надо Все Все До Блока Вот То есть Убрав Насос Мы видим Просто Блок Насос Сам У нас Вращается И Люфтов Посторонних Звуков На нем Тоже Не Присутствует Насос Можно Вскрыть Вот у нас Имеют 4 болтика Потом мы это сделаем и посмотрим, насколько там задрало и задрало ли вообще. Я придерживаюсь того мнения, что если мы делаем капремонт, то насос имеет смысл обязательно заменить. То есть устанавливаем именно оригинал и обязательная замена. Так, теперь мы метим шейки шатунные. На угелях коренных основных у нас имеется стрелочка направления и с номером шейки. Но на шатунных их нет. Также на данный момент мы здесь не видим каких-то меток, чтобы кто-то разбирал или, допустим, устанавливал свои метки. Ничего подобного здесь нет. Не хочет начаться. Так, вот у нас первый. И вот этот у нас будет четвертый. Четыре. Теперь, чтобы вытащить поршня, если двигатель не разбирался длительное время, желательно по ту сторону двигателя, то есть от цилиндров, почистить входное вот именно отверстие. Будьте готовы к тому, что надо будет много ветоша, опилки или что-то еще. Двигатель вмещает в себя очень большой объем охлаждающей жидкости и масла. В нем остается. То есть регулярно нужно все это убирать. Вот смотрите, вот этот нагар, вот здесь, вот он, полоска черная. Сейчас, если мы начнем вытаскивать поршень, а он выходит у нас сюда, на наружную часть, вот этот как раз нагар не даст порту. Он будет выходить, но очень плотно. И прежде чем его вытащить, то есть необходимо его почистить. Будем мы пользоваться щёточкой, такой бурочкой воздушной. Вот, она так довольно громко гудит. Буквально прям одну секундочку и у нас все добила, вычищает. Ну вот, если кто-то, допустим, скажет, что нарушается, допустим, хон в цилиндре или появляются задиры, нет, это не так. Эта щёточка довольно мягкая, то есть она не наносит никаких таких болезненных вещей. Так, будем вытаскивать сейчас. в поршневую группу. Начнем мы с первого четвертого цилиндра. Снимаем щелечку. вкладыш. Так, берем молоточек мягенький и подбиваем. И он с легкостью в поршень выходит. Ну, у нас имеется нагар, колечки визуально целые. У нас оригинальные вкладыши, подбор идет по цвету. Вот здесь, если присмотреться, можно увидеть, что вкладыш зеленого цвета. шатун, вон, зелененькая. Он у нас зелененькая краска. Здесь и здесь. Вкладыши в целом первого цилиндра неплохие, есть небольшая выработка, но такого страшного вообще нет. Вытаскиваем четвертый. колечки на месте. здесь наблюдается повышенный нагар на поршень а вот и у нас верхнее кольцо идет стальное компрессионное среднее идет чугунная компрессионной и ниже идет маслосъемная и вот здесь визуально видно что на поршни есть нагар большом количестве и что-то с четвертым цилиндром не так мы потом дополнительно все проверим сам поршень вроде как юбка не стучала выработки нет такой сильный ну вот здесь у нас желтая краска желтый по идее считается самый толстый вкладыш то есть вкладыш что за оригинальной вкладыш ну чуть-чуть был небольшой перегрев есть мелкие точки говорящие о том что грелся грелся у нас из-за нехватки масла так следующие два цилиндра ну здесь также видно нагар пропускал допустим как в этой части тем но колечки здесь не сломаны целы сам поршень визуально цел вот они вкладыши опять же особо такого страшного нету вкладыш у нас желтого цвета установлен был на втором цилиндре здесь тоже вот красочка желтый что-то не хочет колечки целые также есть нагар небольшой тоже желтого вкладыши желтого ну что шатунные в целом неплохие вкладыши там за исключением одного есть небольшие нюансы сейчас будем вытаскивать коленвал и смотреть втулки вала баланса начинаем с первым сам бугель вкладыш не провернут вкладыши также оригинальные коленые имеется меточка говорящий о том что это оригинал четвертого а с третьей шейки начало задирать подклиниво корено это у нас вкладыш полукольца так это четвертая шейка принципе как и все остальные и пятая шейка вкладыш остался здесь на месте вкладыш коренной вкладыш это у нас первая шейка есть небольшие задиры так вторую третью мы посмотрели наше 5 осталось вот она видите 5 шейка вот откуда бы откуда у нас уходило масло дело в том что видите здесь вкладыш с такой риски то есть вырвало полностью дорожку то есть вот такой он должен быть и вот такой он есть то есть вот это углубление по центру его выдернуло то есть шейка пятого цилиндра так вытаскиваем коленвал сам не хочет никак лежать фиксироваться наглядно видно что задрала коленчатый вал коренную шейку так вот он прям глубокий большой задир на остальных есть такие мелкие даже принципе чувствуются они шатун и у нас если был 2 вот этот были какие-то да везде ребро чувствуется то есть как дорожка поэтому данный коленчатый вал будет скорее всего менять самое принципе страшное было бы в том если бы вкладыш коренной вот как раз 5 шейки если бы он был бы провёрнут то тогда бог принципе можно было выкинув но здесь тоже видно что пятая шейка побила сильно это внутренний вкладыш так ну все нам теперь надо необходимо посмотреть что у нас в цилиндрах и также посмотрят втулки вала баланса втулки вала баланса у нас находится вот здесь тоже как очистителем часы побрызгаем визуально было видно что там с ними у нас имеются наружные внутренние но есть небольшие задиры но не критические то есть больше на внутреннем то есть говорит о том что было масляное голодание то есть наружные в принципе порядке все хорошо а вот на внутренних есть небольшая выработка ну и цилиндрах хона нет вообще нет есть выработка во втором цилиндре в нижней части еле-еле наблюдается хон есть небольшой задир здесь также имеется задир хона верхней части в рабочей нету так 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 здесь по внутренней все вроде бы как хорошо есть хон тоже отсутствует то есть скорее всего двигатель а вот у нас смотрите какой задир большой глубокий на цилиндре вот он от низу до самого то есть от верхней части вот он прям прощупываются пальцем самый низ хона нет в принципе отталкиваюсь от опыта пробег где-то в районе 600 тысяч 600 700 опять же большей части даже если при хорошей эксплуатации и качественном масле даже в 600 и 700 тысяч при вскрытие двигателя там все порядке но здесь его прям него напрочь то есть у нас сломано кольцо на поршень 4 цилиндра вот оттуда у нас есть задир у нас задрала коренную шейку пятую что то у нас все в целом в целом постель по головке по головке у нас по 7 может еще пойти оригинальная голову мы будем разбирать отдавать на прессовку если будет необходимо шлифовку то узнать шлифовку сделаем также нам нужно извлечь две обломанные свечи накала понятно что у нас комплект гидрокомпенсаторов комплект теперь грм масляный насос по блоку будем решать возможно будет гильзовка возможно будет вообще на выброс пойдет принципе гильзовку можно сделать единственное что я вам не советую растачивать под 05 по практике особо не ходит поэтому если вы ваш номинальный поршень берем один своим колечки чистим поршня и под эти же поршня можно расточить но опять же нужно вымерить если они в допуске то можно будет сделать гильзовку под эти же поршня но вообще в целом по практике все эти расточки и какие-то гильзовки не ходят если и ходят но очень мало лучше то есть в целом это шар блок по идее то есть по хорошему нам нужен шар блок это оригинальный блок в котором будет присутствовать коленчатый вал оригинальные вместе с поршневой группы сборе и уже к нему мы навешиваем то есть масляный насос цепи и т.д. это будет идеальный вариант если у нас с головкой все будет хорошо по головке то есть если мы недорого произведем ремонт то есть у нас все получится то лучше конечно в идеале будет шар блок так ну в целом в целом мы прошлись по турбине у нас там где-то 50 на 50 мы знаем что у нас осевой люфт на картридже и геометрия заклинило обычно заклинившая геометрия у нас очень редко когда можно ее отмочить почистить или что-то еще сделать то есть постукать есть у нас нюансы по самой машине то есть там у нас интеркуллер патрубки не знаю сколько это все получится вместе сейчас мы все это будем считать клиент уже принципе здесь уже готов выслушать вердикт тоже сейчас мы с ним как бы такой краткий малый обзор сделаем посмотрим и уже пойдем к мастер то есть там они уже будут решать по месту что мы будем делать дальше визуально визуально то есть по мне по опыту здесь особо то люди те кто даже ремонтировать двигатель изменений каких-то они не внесли то есть ничего не точилась не растачивалась если и делалось то делалось хорошо то есть может быть сменился количестве вал может быть те же вкладыши но делалось все на совесть в целом вот но долго не отходил это факт то есть это не походило у нас самая главная нара проблема это будет маховик маховик вы наверное многие любители h1 и гранд старикса в курсе что он может стоить как 30 так и 70 тысяч поэтому будем отталкиваться от цен потом посмотрим что как устроить термостат термостат мы также проверим нам допустим даже если для сборки шар блока нужен будет то есть комплект грм масла расходники принципе нашем техцентре данная разборка и сборка проходит где-то в районе четырех дней если вы сегодня оставили мы разобрали дефектовку сделали подготовили данный двигатель и потом уже идем на сборку видели что двигатель наш данный весь в грязи прокладок у нас практически не имеется вот мы можем показать вам что все данные детали и крышки стоят на герметике то есть все а сальник плита поддона крышка наружные внутренние сам поддон и верхние крышки все стоит на герметике то есть это нужно все вычистить все отмыть и довольно все сложно ну вот в целом мы завершаем как бы вот смотрите то есть думайте надеюсь что данное видео вам поможет вот всем слева всем пора